Уважаемые коллеги, я хочу вас проинформировать о некоторых вопросах нашей деятельности, которые поднимались вчера на совещании по видеоконференц-связи с Министерством науки и высшего образования. Речь шла о выполнении нами плана финансового оздоровления нашего университета. Этот план был утвержден в 2021 году, в этом году он заканчивается. И по этому плану мы должны в этом году уже быть финансово устойчивой организацией. К сожалению, я должен сказать о следующем, что мы на данный момент времени финансово-экономической устойчивости не достигли. Причин тому несколько. Во-первых, назову показатели, по которым мы на сегодняшний день не выполняем нормативных требований. Первый показатель – это соотношение профессорско-преподавательского состава и прочего персонала. Оно должно быть 63% профессорско-преподавательский состав, 37% прочий персонал. У нас прямо противоположная картинка. 60% прочий персонал, 40% профессорско-преподавательский состав. И вот здесь я сразу хочу оговориться, что это соотношение порождено не аппаратом управления университета. Хотя, конечно, он тоже вносит свой вклад в эти цифры. Но это соотношение порождено прежде всего большим количеством работников в непрофильных подразделениях. Что я имею в виду? У нас значительная численность работников, относящихся к административно-хозяйственному и прочему персоналу, работает в кампусах наших общежитий, на базах наших практик и отдыха, в Песчаном, в Прометеево-Лужке. Это первое. Второе. Значительная часть работников у нас работает в таких структурах, как входящий в состав Агротехнологической академии учебно-научно-технологический комплекс. Дальше. Наш крымний проект. Центры, инженерно-технические центры в Ялте и филиал в городе Алушна, в Терчи, в Феодосии. Кроме того, естественно, у нас достаточно большой штат уборщиков служебных помещений, большой штат лаборантов, специалистов, которые работают непосредственно в структурных подразделениях. Функционал каждого определен, их работа внутри университета на данный момент обоснована, но чуть позже я скажу, какие перед университетом стоят задачи в этом отношении. Второе, что нужно сказать, это объем фонда оплаты труда прочего персонала в общем объеме фонда оплаты труда. Он не должен превышать 40%, в настоящий момент он составляет 45%. Ну и третье, это разрыв между доходами и расходами, и в этом отношении он пока тоже не уменьшается. Это порядка 250 миллионов рублей превышение расходов над доходами. Здесь я вижу несколько путей решения этой задачи. Они не будут сиюминутными, они будут последовательными, будут растянуты несколько во времени, но тем не менее эти задачи решаться будут. Во-первых, это приведение, выражусь именно таким образом, в порядок организационной структуры управления университетом и организационной структуры управления структурными подразделениями нашего университета. Пока готового рецепта у меня нет, но даже беглый анализ организационной структуры аппарата управления университета говорит о том, что у нас есть отделы, дублирующие друг друга. У нас есть ненужные управления, реально ненужные, потому что они тоже дублируют функции отделов, которые входят в их состав. И что там делает, собственно, начальник управления, совершенно непонятно. Есть отделы в некоторых структурах с повторяющимися по сути своей названия и, самое главное, с дублирующим или почти дублирующим друг друга функционалом. Вот здесь мы будем наводить порядок. Мы уже начали эту работу, и я довожу до вашего сведения, уважаемые коллеги, что работа, это будет выглядеть очень просто. Я буду приглашать к себе в кабинет на беседу соответствующих руководителей и проректоров, курирующих те или иные подразделения, и, соответственно, директоров департаментов, начальников управления, директоров различных центров, которые курируются тем или иным проректором. Мы будем брать в руки документы, должностные инструкции, положения в структурных подразделениях, вместе их анализировать и принимать решения о дальнейших шагах по приведению в соответствие структуры к реальным функциям. Во главе угла лежит функция, которую необходимо выполнять для того, чтобы университет работал устойчиво. Если такой функции нет, то и структура, за которой закреплена никому непонятная, ненужная или дублирующая функция, будет упразднена. Поэтому я обращаюсь к руководителям всех уровней, и начальникам отделов, начальникам управления, директорам департаментов, к уважаемым проректорам, а также к директорам структурных подразделений и филиалов, которые должны предварительно провести ту же самую работу, разобраться со своей организационной структурой. Потому что, вот, к примеру, мне на подпись приносят должностные инструкции руководители и заместители руководителей. В ряде случаев я четко вижу дублирование функций, например, заместителя директора и декана факультета. Такого не может быть и не должно быть кто-то один лишний, или декан, или заместитель директора. Аналогичная ситуация наблюдается и в управленческих структурах, когда у нас функции дублируются. Поэтому это первый шаг для того, чтобы постепенно привести структуру в соответствие к целям и задачам, которые решает университет. И, соответственно, в том числе уменьшить бюрократизацию многих процессов, которые сегодня существуют в университете. Естественно, что анализу будут подвергаться все должности и все должностные инструкции, либо трудовые функции работников, записанные в трудовых договорах. И самое главное, мы начинаем серию проверок и отчетов. Потому что без проверок, выполнения запланированного, оценить работу подразделений невозможно. Поэтому обращаю внимание руководителей всех уровней на то, что по каждому структурному подразделению должен быть годовой план работы. И не просто провести, написать, направить или что-нибудь в этом духе, а с конкретными сроками, конкретными исполнителями и конкретно запланированными результатами. Если этого нет, значит подразделению нечем заняться. Значит, это подразделение университету не нужно. Оно лишнее. Поэтому прошу обратить внимание на этот факт. Сейчас, конечно, можно быстро наваять подобного рода планы, но поверьте, это всегда очень хорошо видно. На коленке и срочно писали план, или же его вдумчиво готовили к началу очередного календарного или учебного года. Естественно, что мы будем изучать все вопросы, связанные с установлением надбавок к окладной части работников. Это касается не только аппарата управления университетом, но касается и аппарата управления структурных подразделений. Потому что служебные записки об установлении надбавок представляются регулярно. Кроме того, обращаю внимание всех руководителей, которые подписывают представления на стимулирующие выплаты надбавки или премии. Должна быть абсолютно понятная формулировка, за что эти деньги должны быть заплачены. Потому что когда мне приносят служебные записки, в которых написано «за интенсивности высокое качество», то я хотел бы видеть расшифровку этой самой интенсивности и в чем заключается высокое качество работы претендента на соответствующую выплату. То же самое касается расширения зоны обслуживания, как это у нас. Нередко тоже используется такой термин для того, чтобы убедить в необходимости выплатить премию, либо установить человеку надбавку. Соответственно, тоже должно быть обоснование. Во-первых, откуда и докуда, извините за сленг, была расширена зона обслуживания. Или что человек выполнял сверх должностных обязанностей. Ну и так далее. Потому что перечислять, какие должны быть формулировки, я не буду. Каждый руководитель должен понимать, что деньги платятся не за хорошие отношения, не за красивые глаза, извините, а за конкретно выполненную работу сверх установленной должностной инструкции. Если в должностной инструкции обязанности толком не написаны, то тогда как раз возникнет то, о чем я говорил выше. Безусловно, мы рассматриваем и ряд других мер. Например, возможность передачи ряда работ, которые выполняются в университете, сторонним организациям для их проведения. Здесь сейчас делаются экономические расчеты, соответствующий департамент эту работу выполняет. И как только будет ясность, я буду принимать решение о целесообразности или нецелесообразности проведения подобного рода процедур. Вот это то, уважаемые коллеги, о чем я вас хотел проинформировать по итогам совещания в формате видеоконференц-связи с Министерством науки и высшего образования.